Городская учащаяся молодежь также не смогла остаться в стороне. В День солидарности в борьбе с терроризмом славянцы приняли участие в мероприятии. Все уже давно привыкли, что в нашем крае, как и по всей стране, слаженно работает антитеррористическая система, постоянно совершенствуются меры безопасности социально значимых объектов. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Но необходимо помнить, что безопасность зависит и от нас с вами, от соблюдения принятых правил, от бдительности и неравнодушия. Обо всем этом не забывают ребята из школы техникумов, приглашенные в Малый зал Городского дома культуры. Им рассказали о трагических событиях 3 сентября, показали презентацию эхо-бесланской трагедии. Когда праздник превратился в трагедию, потому что ученики, их родители и учителя оказались заложниками. В заложники взяты 1128 человек. Это дети, родители этих учеников и сотрудники школы. Три дня террористы удерживали их в здании школы, отказывая им в самом необходимом – в воде. Это событие оставило неизгладимый след в душах всех жителей. С учащимися была проведена интерактивная беседа по правилам безопасности при угрозе теракта. Песня о мире и добре пришлась как нельзя более кстати. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, в истории страны были и другие трагические происшествия. Нужно обязательно помнить об этом ради главной цели, чтобы в нашем обществе всегда царил мир. Наши мероприятия направлены на то, чтобы в мире был мир, чтобы терроризм закончился, чтобы было ясное небо. Мы живем в Краснодарском крае. Здесь проживает более ста народов. То есть Кубань, она многолика, многогранна. И в первую очередь, конечно, нужно помнить о том, чтобы жить в дружбе, в мире. Между народами всегда должно быть взаимопонимание, всегда должна быть дружба, чтобы все вместе могли дружить, любить, творить. Мероприятие «Мир без терроризма» завершилось общей фотографией на память. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Мероприятие «Мир без терроризма»